ну такие украинские акции кубанские а кубанские ой я извиняюсь если я вас у меня никогда не было женщина не с украины и не с украины а вы откуда город нью-йорк на данный момент а вообще не с россии не с украины молдова а музыка музыка подкатить чтобы как бы ну изучить как бы ваш акцент как бы лично вы такие у нас не йорка то есть вы думаете что я не знаю техас и тексас я был до вас разговаривала с мужчиной назвала техас техасом он на меня обиделся сказал что так никто не говорит надо говорить тексас вот прям до вас мужчина был с нью-джерси и вот так вот почему-то сделал мне замечание что я не сказала что это тексан тексас ну смотрите значит он не рус вот вот такие вот он а я же как бы русский человек мытья и я играл в эти я играл в хоккей я могу держать клюшку и все остальное ну а что вы не видите а сколько вы у нас тут что-то не скажите 25 лет а вы сколько я 23 года практически ровесники можно сказать знаете про политику разговариваю про жизнь про настрой наших американцев вот они собираются в россии возвращаться или не собираются потому что у нас целая вот огромная популяция людей которые приехали в 20 ну 20 лет назад с плюсом с хвостиком и дело подходит к пенсии народ начал как бы задумываться не вернуться ли нам обратно домой в россию и жить на американскую пенсию вот как слушайте ну а у меня смотрите у меня сегодня повестка вот я себе сварил супчик гороховый и вот я спрашиваю вот стоит ли добавлять копченые ребрышки в гороховый супчик или нет однозначно в нью-йорке городе нью-йорке нет волмарка да вы что а как а как как это как это я никогда не знала что у вас нет волмарка куда делся закрыли а его никогда не было лайфмар выжили 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 волмар да вот как бы наше правительство это сказать администрация в нью-йорке не запускает очень странно что-то прямо я такой даже не знала что бывают места где нет а скажите об это правда что у вас там нью-йорке а вы прям самом нью-йорке или вы пригороде где-то живете город бруклин можно сказать нью-йорке в самом да правда что ваш этот мир странный такой черный он значит школы начал отдавать для иммигрант для мигрантов под школу школы начал под них выдавать то есть со школы детей выселили на дистанционное обучение туда запустили мигрантов которых с нашего техаса через границу которые переходят миллионами их отправляет наши губернатор садят на автобусы отправляет их бесплатно за счет нас налогоплательщиков к вам туда нью-йорк ну и в калифорнию и ваш мэр их там расселяет где не попадя все гостиницы уже забиты все отели забиты теперь он придумал их запускать школы то есть выкидывают детей со школы вы не слышали так первый раз слышу а вы знаете блогера бабичева у нас там где-то в нью-джерси живет ну мудак он конченый мудак конченый вы знаете я была в шоке если вы его встретите скажите от меня что ну так мы с вами туда друзья потому что враг моего врага мой друг у него против меня крестовый поход у бабичева против меня крестовый поход он меня он меня пролистывает этот извиняюсь за мой как бы французский этот он просто расскажите что у вас я не знаю кто я совершенно не знаю я его не смотрю я его правильно делайте меня у меня к нему претензии какие претензии да вот как бы мы первый раз когда мы встретились он мы нормально пообщались ну реально как бы ну вот нормально пообщались как мужик устал с мужиком в второй раз я еду с работы домой и как и правило выхожу в рулетку только или когда у меня выходной к ну например сегодня или я еду с работы домой ну чтобы скоротать время ну вы понимаете я приехал домой я запарковался такой в двух словах я работаю в больнице слушайте у меня умирают люди каждый день знаете там свои я медбрат вот ну вы понимаете как бы например там у меня в год например последний мой день там у меня были ковидные больные открытый туберкулез грипп женщина умирает к ней пришли ее родственники там предъявляют разборки ну как вы думаете что с моей психикой творится ну я представляю да то есть очень сложная работа и нервная и стрессовая и так далее да да и вот я как бы приехал домой я говорю вот я вот ну я запарковался с ним как бы болтаю он тоже в машине едет он не ведет там свой этот прямой эфир и так далее и он начал меня учить жизни в каком смысле что я не должен сидеть дома я должен что-то там делать например неважно смотрите я не буду вам это все рассказывать меня учить жизни но мне же не 20 лет давайте-то еще раз я извиняюсь за море как бы он начал меня учить жизнь я спасаю людей я реально я спас много людей и кто-то меня начинает учить жизни что это делать как вы думаете да но я бы тоже я бы сильно разозлилась им сказали ну я просто отвечу вы все он не учит он начал меня учить житейским как бы понятия какие и в нем и он этот извиняюсь уже не мудак вот сегодня уже вы третья кто говорит про бабичева и я прошу каждого своего собеседника если вы встретите бабича расскажите что он мудак он не поймет он просто не поймет вот я всегда он меня пролистывает просто я я ему хочу сказать что ты сука мудак но я изменяю заражение смотрите вам попить ну не вам я не веду него ну вот это знаете сидит га** тюбетейки я вот такой вот я вот такой у него же такое чувство может столько комплексов у него вот он сидит и думать что он сука понаехал здесь в америку с таджикистана и он вот так сидит в своей тюбетейке он может кому-то что-то доказать да ты сука мудак ты ничего никому не можешь доказать ты сам себе можешь доказать у тебя машина дешевая я не знаю я не знаю я никогда не интересовался нет как бы до него такой как бы все равно что он за хоз какой-то успешную женщину которая добилась многого в сша которая действительно и по карьере и плане материальном преуспела да и она сидит в этой своей тюбетейке она меня учит вот как вы сказали как мне вообще себя вести как мне надо разговаривать как не общаться ты кто такой что ты меня учишь ты чего добился я хочу выяснить я может мы про него не знаем он уже какой-то скрытый стив джобс какой-то ой а